Как загорает кожа разных типов? Всего различают 4 типа кожи, каждый из которых по-своему реагирует на загар. К первому типу относится кожа белого или розово-белого цвета. Этот тип кожи называется кельтским, является трудно восприимчивым к загару. Ожоги появляются часто, результат незаметен даже после многократного пребывания на солнце или в солярий. Второй тип кожи – европейский. Характеризуется устойчивым белым цветом. Люди с таким типом кожи достаточно быстро получают первые результаты загара, однако сильно развить его не получается даже после длительных сеансов смуглая кожа относится к третьему типу, который также называется европейским, однако отличается от второго типа более темным цветом. При такой коже ожоги практически никогда не появляется, а результат загара с каждым разом только увеличивается как правильно загорать. 10 основных правил 1. Избегайте большой активности солнца. Загорать лучше утром до 10-11 часов и вечером после 16-17 часов. Днем солнце безжалостно, особенно к тем, кто первый раз вышел под его лучи 2. Правильно составляйте график пребывания на солнце. Первое посещение не должно превышать 5 минут. Даже если вы не почувствуете никакого эффекта от воздействия солнца, все равно уходите в тень, причем надолго. Поверьте, немного больше времени и ожог обеспечен, особенно при первых двух типах кожи. В следующий раз добавьте чуть-чуть больше времени и увеличивайте его постепенно 3. Перед тем, как выйти под солнечные лучи, избегайте использования кремов на основе минеральных жиров, они значительно увеличивают шанс ожога. Также не следует злоупотреблять эфирными маслами и духами. 4. Старайтесь всегда перед загаром использовать солнцезащитный крем. Он улучшает качество загара и оберегает от ожогов. 5. Подсолнечные лучи лучше не выходить с чувством голода или после обильного приема пищи. Для хорошего восприятия загара организм не должен ощущать внутреннего дискомфорта. 6. Обязательно одевайте на голову панамку или косынку, а глаза защищайте очками. 7. Это предотвратит перегрев на солнце и избавит от появления морщин вокруг глаз. 7. Загорая лучше полностью расслабить свое тело. Избегайте чтения или просмотра видео. Глаза на солнце и так напряженно утомлять их лишний раз не следует. На пляже лучше проявлять больше двигательной активности. 8. Загорая в статическом положении на спине или на животе, обязательно положите что-то под голову, она должна быть приподнята. Это улучшит кровоток. 9. Нагревшись на солнце, не бегите сразу охлаждаться в воду. Отойдите на несколько минут и в тени дайте телу остыть. Резкие и значительные контрасты являются стрессовыми для организма. 10. Всегда контролируйте время своего пребывания на солнце, если чувствуете, что вот-вот уснете, лучше встаньте и пройдитесь по пляжу. Как получить хороший загар на солнце? Чтобы получить хороший загар на солнце, необходимо четко выполнять все написанные выше 10 правил. Это минимальный набор, который позволит избежать проблем с ожогами. Внимательно отнеситесь к выбору солнцезащитного крема. Он должен иметь высокое содержание SPF – солнцезащитный фактор. Крем выбирается согласно типу кожи. Ровный загар невозможно получить за один раз. Это результат длительной работы. Небольшой сбой в плане загорания повлечет за собой ожоги и даже незначительно необходимо будет лечить. После этого ровного загара достичь будет очень сложно. Поэтому необходимо проявить терпение, загорать минимальными промежутками, чтобы в результате получить ожидаемый эффект. В какое время нужно загорать, чтобы не навредить здоровью? Если загар планируется получать в солярии, то время загара неважно, основной параметр – это продолжительность. Если загар получается естественным путем от солнечных лучей, надо исключить дневное пребывание на солнце, палящее зной максимально. Опасен не только для кожи, но и для здоровья. В этот период наиболее часто люди получают солнечный или тепловой удар. Загорая на солнце, надо меньше есть соленых продуктов, поскольку соль задерживает воду в организме. Внутренние процессы должны быть максимально активными, для этого надо пить много жидкости и больше двигаться, отдавая воду через потоотделение. Лучшее время для загара утренней. С самого утра и где-то до 10 или 11 часов. Также можно загорать вечером, когда основное давление солнечных лучей пойдет на спад. Что делать, если обгорела кожа на солнце? Срочные меры. Для начала надо оценить степень ожога. Если он незначительный, надо перейти в прохладное место, это может быть тень древа или вообще уйти домой. Если позволяет состояние, дома можно принять холодный душ, чтобы ослабить тепловой эффект. Окунание в воду на открытом солнце противопоказано. Дальше место ожога следует обработать специальным средством от ожогов на солнце. Самым популярным и эффективным является пантенол. Это спрей, который не нужно втирать в кожу, что избавляет от болевых ощущений. После этого рекомендуется некоторое время пить много столовой чистой воды, избегать выхода на солнце. Если при ожоге чувствуется тошнота, головокружение, сухость во рту и прочие негативные реакции, следует немедленно обратиться за помощью к врачу. Можно вызвать неотложную помощь или приехать в ближайший пункт оказания помощи на такси. При ожоге запрещается использовать щелочные вещества, мыло, спирт, вазелин и другие. Все это может только усугубить состояние. Если после загара появились волдыри и их нельзя прокалывать, это приведет к заражению кожи внутри. Весь восстановительный период следует избегать загара. Как усилить любой загар? Для усиления любого загара используют специальный крем, который имеет две функции – защитную и усиливающую. Результат от такого загара обычно появляется достаточно быстро, но держится непродолжительное время. Выбор крема необходимо согласовывать с врачом. Обращайтесь за помощью к дерматологу или косметологу. Как правильно принимать солнечные ванны? Советы и отзывы. Солнечные ванны могут навредить. Чтобы этого не случилось, используйте советы, которые описаны в этой статье. Правильно контролируя свой режим загара, можно избежать негативных последствий и получить красивый и ровный загар.